ребят всех приветствуем у нас новый первый летний турнир от проектов оскар . на этот турнир на 350 баксов и групповой этап впервые такое за всю историю фасткапа системная турнира турнирная система вообще преобразовалась у нас получается групповой этап я точно не знаю как это все будет проходить потому что очень трудная сетка и для моего восприятия такое вообще впервые принципе я вижу то есть групповой этап завтра по идее плей-офф но так получилось что во многих группах по четыре команды а по 2 или по 3 то есть по сути ребята могут выиграть одну игру и плей-офф а по идее завтра в общем команды порезались и потенциальный главный фаворит этого турнира команда марго действующий победитель последнего турнира на фаскапе последних двух или трех крупных турниров вообще пока с 16 любительском каунтер страйке сейчас я быстренько проверю на твиче если сообщение ребят ну и по ходу игры я буду читать в общем состав играющий команд вы так все знаете ну по крайней мере марго ну диспак в сгг в общем нас перестрел очка ну марго очень быстро заряжали этот раунд я даже не успел состава команд озвучить здесь муру только 16 кп потерял и я в отличие от обычных миксов здесь есть тимкил не только от хаешек ну и вообще любой урон может быть нанесен по игрокам так я хочу проверить что это за игрок с ником а это скорее всего котик я понял это из запаса просто зашел это котик макс в сгг петя олик нуров микс а ну и за life of dios и досталась участь первой команды на этом турнире которая будет играть против своих оппонентов но здесь раунды будут заканчиваться сразу тактически тут карта тускан быструю мапу решили напекать команда марго для себя чтобы очень быстро залететь и установить такой мини рекорд турнира наверное первый самый быстрый игра этого турнира если у них это получится то не станут победителями напоминаю что в этой группе в отличие от многих других три команды они две то есть по сути марго надо наверное выиграть 2 игры чтобы попасть плей-офф а там еще по моему групповом этапе все пузыров есть но в общем запутанная система будем смотреть и привыкать пока что тут просто смотрим на экраны красуемся команды марго которая очень ждала этих турниров постоянно интересовалась у меня даже и просто им было интересно когда же будут турниры когда можно будет кого-то выиграть и слава богу сегодня разбанили точина это чан может играть и надеемся он еще сыграть команды марго на этом турнире но комментировать что-то в этом матче уже как бы сами видите руки опускаются все понял спасибо спасибо олег завела но там да там просто игроки не зашли и зашли соответственно игроки запаса табуляции на сайте написано что якобы кто-то не дошел это игроки основного состава но я так понял в общем поджим медла поджим всего что только можно я кстати не озвучил состав команд лайфу без конечно же это гадкий утенок джек килл дровосек black doors и нелепо ну пацаны самые лучшие 965 если не ошибаюсь средних скилл и насколько мне известно в турнирной системе не учитывается скилл команд но здесь трудно что-то говорить об игре вы сами все видите здесь даже не нужно что-то озвучивать гадкий утенок последний а он находится сейчас под б на банане как пацан просочился марга марго заберут турнир ну надеюсь не без труда не без труда но это клач 113 смотри так ладно хорошо так если он затащит пожалуйста клипа в студию я надеюсь они дадут эту возможность стану кстати по командам их точнее представительством я потом озвучу но пока что минус оли отлично один из самых наверно лучших игроков этого сайта если не самый лучший нура все лд 5 но и миксом ну какие же вы пижоны ребята но отдайте хоть один раунд этим пацанам они хоть порадуются здесь делают клип и они будут всем показывать что они взяли раунд пусканию марго но нет 40 и марго набирают еще один раунд свою пользу кстати по поводу марго отмечу кто впервые на смотрят наши турниры и вообще смотрят до этой системы у марго так по международный турнир европейский точнее международная команда первая такая команда которая обыграла российские коллективы это за всю историю фасткапов то есть 2015 года как начались проводиться турниры там выигрывали только снг пацаны а тут собрался такой коллектив есть только два пацана с снг это кнуров украина в сгг петя с белоруссии остальные игроки это оли швеция котик кстати с россии единственный игрок который представляет российскую федерацию составе марго и миксом если не ошибаюсь сербище проверю на миксом сербией вот так вот котик кстати заменил фонда нуша он бы нужд румынии вот такие вот дела ну все очень быстро и стремительно пацаны с программами бегают и наказывают своих оппонентов делаем ставки сколько раундов возьмет команда life or death я бы даже сделал ставку на то сколько они килов сделают в этой игре даже так ты так сильно в них веришь потому что да потому что как бы не факт что они вообще тут хоть один раунд возьмут хотя бы по фрагам они там черту в 15 фрагов на всю команду за всю игру преодолеют нет вот вот это вот интересно было бы ставочка на данный момент они уже сделали ой ну слушай много 7 фрагов уже сделали вот но последний нелепо остался он канал когда у него пачка на руках он без пачки сейчас каналки будет выходить но понятное дело что ребята должны понимать что все всю карту пробежали где последний может быть только в каналке но либо как-то вот сейчас должен наказывать этот пацан я больше не вижу тут фаворитов но еще тачан тим ну да на самом деле такой в плане команд не особо представительский турнир всего лишь там почти 40 команд на турнир зарегистрировалась то есть ну мало ребят на самом деле плюс из этих всех команд там буквально 45 коллективов с красными картинками ну то есть очень мало европейцев нет потому что потому что московская локация но все остальное вы сами знаете бизнес 60 потому что как бы не турки не немцы не остальные пацаны они не сядут на московскую локацию играть тут их как бы любые харды у работают я думаю что но по крайней мере раньше точно так было сейчас они хоть привыкли играть по скайпе саны разогрелись а то сан с снг тоже давно в кс поиграют 5x5 как бы у нас ничего не завершалось в мире кс пропал в одиннадцатом году а у нас паска только в одиннадцатом году появился ну и 25 ситуация на карте black doors его находит ну максим разыгрался максим идет 16 на 1 он тем самым показывает к норову говорит вот не зря в команду меня взяли можно можно меня и дальше в плей-офф принципе поставить я тоже там себя постараюсь проявить нелепо снова последний уже кто-то покинул сервер а это просто реконект все понял нелепо будет ждать выпадом но здесь на префит просто-напросто и макс ой ну без шансов шансов и котик табуляцию открываем 17 на 1 идет ну видно после этого после этой игры промежуточном будет топ-1 этого турнира по фрагам я думаю хоть и сам от себя такого не ожидал вот вот оказывается где раскрылся магнитогорск на этом турнире не в том месте где мы ожидали но пока что снова поджимы от команды марго танцузы котик норм player но тогда ну есть честно я не замечал макса в таких ну потных катках на турнирах когда он жестко отыгрывал таких обычных миксах либо даже ну просто там против красных это это да а чтобы на турнирах подавать за максим такого еще не было ну в плей вообще посмотрим турки были но одна команда типа 1 или 2 турка сейчас много на сайте на фаскайпе а вот именно красные черные картинки их по моему нет если не ошибаюсь конечно 80 и первая половина за марго неожиданно результат да ребят я тоже так думаю 8 раундов у марго 8 килов на всю команду life of deals вот и кстати говоря только что присоединился хочу сказать ребят интересней катки на этом турнире мы к сожалению не нашли но мы взяли марго просто потому что они главный флорит этого турнира больше стремить на самом деле в первую первых катках мы ничего не увидели так все раскидала что вроде как система это фаскапа видят сейные команды то есть не закидывает красных и черных в одну сетку а что там петя прострелил что-то жестко да петь и просто скрип конечно избиение лютая блин но один раунд ради приличия просто как бы так оли оли не раскрылся 5 на 4 идет mvp прошлого турнира по скопе последний раз кстати напоминаю что почти четыре месяца назад был турнир по скопе на 1000 долларов и вот там по моему если не ошибаюсь оля стал лучшим игроком от турнира поле он же аппа ну и снова поджимают все что можно игроки команды ну максимум вообще не остановите просто нельзя взяли команду уничтожить и желтых ребят его уволили к норов побежал за последним нелепо с пачкой оп-оп-оп попытка номер два шанс номер тун твой бог здоровья с именем 3 пули марин три пули чего на 5 взлетесь ребят давайте посмотрим за этим крутым пацаном у него кстати абсолютно дефолтная позиция я не знаю как вот здесь чек тут как он как он сделал вообще право право о промах ой блин право фазум не зашел петя но зигла он порешал гашан о чума нету я посмотрел за ним хороший игрок был ну да хорош но сейчас ксго вроде играет чтобы обыграть команду маргу ему нужно садиться плотно в кс не вылезать я думаю месяцок тогда у него есть шанс а так ну пусть марго трудно будет играть на самом деле и мне бы все непонятно почему марго не взяли даже в качестве запасного player зорда он постоянно играет лигу с пацанами и 4 что-то что-то не берут не заслужил 1 в 3 снова ситуация на карте но это интересная игра 11-0 не того что мы ожидали а уже даже 12-0 как бы так он на подсосе player зорда чисто на лиге гоняю ну блин да он не такой уж плохой игрок типа он больше всего мне поражает что вот вот на таких ребятах он бы раскрылся как максима вот на нормальных командам не знаем как бы там сложилось все побежали кстати к сербу серб закрыл двоих размен есть коты коты пошли пацаны просто смотрите как они постом забегают на пленда и оля здравствуйте меня дробовик минус 2 отлично джекил молодец 8 хп остался этого пацана 5 до последнего старается не выкидывать снайперскую винтовку накидываются флешки я будут резать но джекилл по очень быстро очень легко пока что забирает первую половину верлан смотреть 93 но мы скатки на катку переключаться не будем любом случае посмотрим там просто я смотрел среди команд там очень большой разброс по скиллам и по мы взяли марго просто потому что фейворит турнира посмотреть чего не за составчик будет сегодня на групповом этапе ой 5 здесь вообще наказывает не щадит 23 но мне кстати тоже пейте не нравится тем что он постоянно маш нет миксовка надеюсь на турниров он не особо так делает потому что но неприятно с таким человеком играть которая постоянно очень сильно эмоциональнее чего скромно скажем без мата нелепо последний 13 будет выходить с канал кину у него уже по моему третий или четвертый такая такой шанс вытащить раунд пачки нет на руках нет он ждет так петь здесь пытается чекать но все вышел с канал теперь тогда сразу информацию в 13 0 ох жестко так можно да да можно до скину пока есть возможность переключаться все равно но это сетка на групповой этап типа потом будет плей-офф а когда будет плей-офф типа мы не знаем вот у нас по игре ой 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 наказание жестко дровосек последний сколько сколько 22 секунды понадобилось команде марго чтобы выиграть раунд неплохо неплохо 14 0 откроем табуляцию по старой доброй традиции наших стримов генис ты здесь ты еще не уснул 25 на 4 котик в сгг 13 1 ну слушая 15 врагов то пацаны набрали за атаку тут 12 плюс 6 18 20 фрагов набрали отличный результат неплохо 20 фрагов а на всю команду да да на всю команду 20 фрагов но одного максима больше чем ленина чего все команды life of deals травосек дает минус ойк нуро вжимает опять один в три любят они вот таком постразмене оставаться ребята blackdorf пойдет сейчас сторону котов и 11 забрал 1 blackdorf у тебя болеют все хейтеры команды марго но нет 15 0 и 15 матчпоинтов у команды марго чтобы выиграть эту встречу отправить life of сетку лозеров своего своей группы вот вот скажем то что на стоит да ну нет ну как бы начало турниров на самом деле частенько такое происходит вот о-о-о-о накидывается смог мидал гадкий утенок а ну здесь фаз b просто с расчетом поставить пачку и забрать раунд быстренько на бы вообще будет прием нет нет на пацаны забыли про б-плэнд на этой карте и оставили его без присмотра все для них неожиданность на самом деле смотрел за blackdorf а мух три в доме хорошо принимают нуров 1 поздравляем команду марго смотрим на сайт и команда марго раз